МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. На заседании Совета депутатов Ленинского муниципалитета обсудили важные вопросы и решили, кто станет почетным гражданином района. Традиционно звание почетного гражданина Ленинского муниципального района присваивается наиболее знаковым и уважаемым жителям. В школах искусств идет активная подготовка к началу учебного года. Этот класс был самый такой бедственный, потому что когда протекала крыша, там окно затеклось. Этот флаг все в мире знают. Так называлась акция, которую провели в Центральной библиотеке города Видное в честь Дня российского флага. Конечно, флаг – это символ, который нужно беречь. В здании администрации муниципалитета состоялось очередное заседание Совета депутатов Ленинского района. На нем присутствовали 19 народных избранников. Оно прошло в максимально рабочей обстановке. На повестке дня – насущные вопросы жизнедеятельности Ленинского муниципалитета. Первый пункт касался внесения изменений в распоряжение жилыми помещениями муниципального фонда. Социальные работники, работники медицинских образовательных учреждений, которые занимают квартиру по договору служебного найма, этот пункт дает возможность этим людям предоставить эту квартиру, которую они занимают, в коммерческий найм. Именно об этом люди, которые проработали здесь по 15-20 лет, именно об этом они и просят. Потому что они хотят взять кредит условно, ну как-то распорядиться этой квартирой. Вопрос детально изучили на рабочих комиссиях. Он соответствует всем нормативным актам и был принят депутатами единогласно. За. Против. Кроме того, народными избранниками был утвержден перечень имущества, подлежащего передаче, в частности, из городского поселения Видное в Ленинский муниципалитет. Далее депутатов ждал приятный сюрприз. Из рук главы муниципалитета Валерия Венцеля народным избранникам были вручены медали, выпущенные к 90-летию Ленинского района. Заключительным пунктом повестки собрания стал вопрос о присвоении званий «Почетный гражданин Ленинского района» и «Лауреат премии Ленинского района». Депутаты единодушно проголосовали за список из 16 фамилий. Традиционно звание «Почетный гражданин Ленинского муниципального района» присваивается наиболее знаковым и уважаемым жителям нашей территории. А лауреаты премии – это достаточно известные люди, которые реализовали себя и работали во благо нашего Ленинского муниципального района, как в различных сферах. А награждение их состоится уже совсем скоро на праздновании Дня города и района. В администрации муниципалитета состоялось заседание штаба по строительству. Застройщики, работающие на территории округа, еженедельно отчитываются перед муниципальной властью о текущем положении дел. «Стройчас» провел заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов. «Стройчас» – основные вопросы заседания, социальная инфраструктура. В настоящий момент строятся медицинские объекты, сразу несколько детских садов и школ. Готовится к вводу в эксплуатацию новое образовательное учреждение в деревне Боброво на 1375 мест. Открытие школы запланировано к новому учебному году. Также на данной территории рассматривается вопрос строительства новой дороги. «Северного из Боброво, как и договаривались, мы от застройщика получили координирование вот этого полосы, которая необходима, направили в комитет лесного хозяйства. Срок рассмотрения у них есть. Как только получаем обратную связь, понимаем перспективу». Зашла речь и о возведении многоуровневых паркингов в новых микрорайонах. Из-за нехватки парковочных мест владельцы машин вынуждены оставлять свои автомобили, где попало. «У меня в день приходит где-то порядка 120-130 обращений по парковке на газонах». Острая необходимость в многоуровневом паркинге возникла сейчас в Дрожжино-1, где у застройщика такой объект значится в контракте. «Я могу фиксировать в протоколе отказ ГК ПИК строить этот паркинг или нет. Просто если это да, мы фиксируем и направляем менеджеру политики. И на этом вся история просто закончится. Вот я серьезно говорю». Жесткая позиция муниципальных властей в отношении застройщиков обусловлена задачей обеспечения комфортных условий для жителей. Кроме того, Сергей Гаврилов обратил внимание всех компаний, что строительные площадки и прилегающие к ним территории должны поддерживаться в удовлетворительном санитарном состоянии. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ. «Готовность номер один. 1 сентября распахнут свои двери не только общеобразовательные учебные заведения, но и школы искусств. А потому и в этих домах творчества идет активная подготовка к началу сентября. Наша съемочная группа побывала в горках Ленинских, чтобы узнать, что подготовили для своих учеников педагоги местной школы искусств». В эти помещения школе пришлось перебраться в апреле этого года, после закрытия старого здания. Времени на переезд было немного, а потому именно летом пришлось основательно поработать над комфортом и уютом для учеников и преподавателей. Особое внимание к деталям. «Поскольку это помещение раньше принадлежало администрации, оно немножко было такое официальное. Здесь висели жалюзи, они довольно-таки были старые. Мы вот поменяли на шторки такие приятные. Здесь теоретический класс. Происходит здесь сольфеджио, проходит предмет сольфеджио. А также здесь у нас художники занимаются». Но одним декорированием кабинетов дело не ограничилось. В некоторых помещениях пришлось поработать основательно. «Это класс Астафорова Елены Анатольевны, и этот класс был самый такой бедственный, потому что когда протекала крыша, там окно затекло, стены были поцарапаны. Поэтому мы своими руками шпаклевали, красили вот низ, все чистили, мыли. И как вы можете убедиться, этот класс уже готов, чтобы пришли ученики и, так сказать, погрузились в музыку». Площадь старой школы была почти вдвое больше, а потому в новом помещении некоторые инструменты и ноты было просто негде хранить. Это тоже исправлено. «Здесь, во-первых, мы поставили дополнительный шкафчик, который удалось нам спрятать. Большинство инструментов теперь они хранятся у нас в закрытом виде, и освободилось место для того, чтобы дети могли сидеть. Вот, можно заниматься ансамблем здесь». Также в некоторых кабинетах поменяли входные двери. Звукоизоляция в музыкальной школе – вещь важная. Сейчас здесь обучаются дети с 6 до 18 лет, но с 1 сентября посещать заведение смогут и маленькие жители горок. «У нас открыто раннее эстетическое образование. Раньше такого не было. Мы хотим задействовать деток именно с 3 лет, потому что нигде сейчас поселения у нас такого нету. Будем заниматься, развивать и, так сказать, готовить платформу для поступления в первый класс». В сентябре детскую школу искусств начнут посещать более 80 детей. И теперь, стоит думать, учебный процесс будет чуточку комфортнее. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В честь Дня российского флага в центральные районы библиотеки провели акцию под названием «Этот флаг все в мире знают». С историей возникновения триколора познакомилась наш корреспондент Анастасия Воронина. Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед. День российского флага – это праздник, который объединяет людей всех национальностей нашей необъятной страны. Дань уважения и памяти истории триколора отдали в Центральной библиотеке города Видное. «История российского флага насчитывает себя около 310 лет. То есть мы глубоко так никогда не знали этот флаг, не изучали его. А сейчас вот есть возможность узнать и познакомиться с этим поближе». В честь праздника сотрудники библиотеки подготовили для своих читателей небольшую выставку и увлекательную викторину, а также рассказали им об истории возникновения флага и значения его цветов. «Белое – это свобода, откровенность, благородство. Синее – это богородица, верность, честность. И красное – державность, мужество, смелость, любовь». Библиотека, безусловно, является сокровищницей знаний. На тематической выставке видновчане смогли узнать много интересных фактов и сведений о российском встяге. А многие читатели, как, например, Татьяна Бирюкова, решили взять книгу об истории флага Российской Федерации домой, чтобы познакомить с ней своих внуков. «Память – вообще дело великое, потому что память – это культура, и культура своего народа, и свой народ, и свое государство. Обязательно должен каждый ребенок, который живет в своей стране, в какой стране он живет, какой у нее флаг. И этим надо гордиться и прививать. Естественно, надо с детского возраста. Для молодого поколения, конечно, флаг – это символ, который нужно беречь и защищать». Все пришедшие в этот день не ушли с пустыми руками. Читателям вручили небольшой памятный подарок. Вот такой познавательный буклетик в виде закладки теперь, надеются сотрудники библиотеки, будет храниться в книгах многих жителей Ленинского района. И всегда напоминать им об истории возникновения российского флага. Анастасия Воронина, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова